Но вот вопрос о том, кто сейчас представляет и кто возглавляет свободный мир, причем это дело же не в масштабах страны, это дело в роли. То, как ее понимает, эту миссию, вот эти важные политики, мне кажется, остро актуален. Давайте так, Андрей Андреевич, что вы думаете, каков здесь спор, какая здесь конкуренция вообще или соперничество за это место? Ну, мы с вами два года обсуждаем эту проблему, как бы отсутствия лидера свободного мира. Ну, лидером свободного мира традиционно понимается, что человек, сидящий в овальном кабинете Белого дома в Соединенных Штатах. Но ведь, скажем, ни Обама, ни Трампа нельзя назвать лидером свободного мира, они бы сами при этом не согласились. На такое определение. Ну, Обама был человек, убежденный в вине исторической империалистической Америки перед уничтоженными народами мира. Ну, помните, первые два года он демонстративно кланялся, извинялся перед лидерами разных стран за все эти мнимые преступления, совершенные американским империализмом. Он считал, что Америка виновна перед уничтоженными народами мира. А Трамп, он тоже не считал себя лидером свободного мира. Он считал, что Америка привык, его понимание America make America great again, то, что все так называемые союзники Америки, это люди, страны, которые эксплуатируют Америку. Он очень критически относился к НАТО, к европейским союзникам. Оба они не воспринимали себя в такой роли. Байден в своих первых речах как раз заявил, что Америка возвращается. Вы же посмотрите, последние его литерические упражнения, его обращение к нации после атаки террористов на Израиль 9 октября и последнее обращение к Конгрессу о положении стран, дел в стране и мире. Это прекрасное заявление лидера свободного мира. Он повторял, собственно, наши формулы, в отсутствии которых мы два года его упрекали, что силой зла объявили войну странам свободного мира. Иран своими террористическими сподвижниками хочет уничтожить Израиль, Путин хочет уничтожить Украину. Наша задача, как самые сильные державы в мире, остановить это, защитить Украину, защитить Израиль, нанести поражение силам зла. Ну, но дело в том, что вот, а эти слова полностью дебальвированы. Слова полностью дебальвированы. Во-первых, они дебальвированы прежде всего тем, что его обращение к нации 9 октября было подтверждено очень сильными практическими действиями. Как бы лидера свободного мира, именно так и должен поступать лидер свободного мира, он послал две авианосных группы на Ближний Восток, грозно сказав «don't don't» по отношению к Ирану, Хозболей и другим иранским террористическим спонсируемыми группами. И он внес в Конгресс законопроект о предоставлении 95 миллиардов помощи военной, прежде всего Украине 65 миллиардов, но также Израилю и Тайваню. Но вы знаете, что прошло полгода почти с этого времени, но что касается «don't don't», у нас просто не будет времени отвлекаться на эту тему. Ну, мне кажется, всем наблюдать, и мне сейчас ясно, что Байденовское «don't don't» относится сегодня уже не столько к Ирану, сколько к Израилю. Под давлением своего леворадикального крыла Байден оказывает громадное, оказывает, собственно, шантажирует от прекращения военной помощи Израилю, заставляя его прекратить военную операцию в Газе, что означает поражение Израиля, поражение на Ближнем Востоке. Прекратить военную операцию – это значит оставить у власти людей, которые совершили какие-то трудовищные вещи в отношении израильского населения 7 октября прошлого года. На Ближнем Востоке это означает, что теперь каждый из врагов Израиля, их там более чем достаточно, может совершать то же самое. Это что касается Байдена. Но что касается Трампа, ну если Байден сосредоточился, как бы два этих замечательных претендента на роль лидера свободного мира по результатам выборов 24-го года, как бы разделили обязанности. Байден занимается удушением Израиля, а Трамп занимается удушением Украины. Вот тот самый знаменитый законопроект уже полгода блокируется республиканцами, ну благодаря личной, личной энергии и инициативе Трампа. Ведь никто не сомневался, что никаких проблем с законом не будет. Всегда там более ста республиканцев голосовало, были горячими сторонниками поддержки Украины. Но вдруг выяснилось, что вот этот маленький, вертлявенький спикер палаты Джонсон отказывается ставить этот закон на голосование, ну потому что его запугал Трамп. Трамп объяснил ему, что если он поставит этот закон, то через три дня он перестанет, даже через три часа перестанет стать спикером. Ну и если раньше, вот два месяца назад или три месяца назад, маленькая группа самых агалтеровых таких личных спецназ Трампа, вот эта знаменитая Менжели Гриффенс, сенатор Венса, другие бегали по палатам Конгресса, по телевизионным студиям, объясняли, что Украина кромпированное государство, которому нельзя помогать, то сейчас мы не можем собрать пару десятков голосов республиканцев для голосования проекта о помощи в Украине. Вот произошло, понимаете, было бы понятно, если бы республиканцы по каким-то идеологическим причинам выступали против поддержки Украины, но их нет, они всегда выступали за, сейчас уже не только грубка республиканцев, но почти вся палата, почти вся палата опасается Трампа, она, ну Трамп сейчас, он ведет себя как такой босс республиканской партии мафиозной, Джонсон, он запугивает изгнание с поста спикера, а большинство членов партии запугивает, что неприятностями, с которыми это так можно, в своих собственных праймерисах, ведь они все переизбираются, у всех будет праймерис, а праймери, это я уже неоднократно критиковал недостатки этой системы, американские избирательные, в праймерах участвуют ведь не все члены конгрессменской партии, естественно, всегда наиболее активные и наиболее ангажированные, а вот в реальности сегодняшней партии наиболее организованная группа, это вот тоталитарная секта сторонников Трампа, и он способен на любых трампере, на любых, извините, праймерис в любом штате посылать, мобилизовывать другому, чтобы противодействовать тем конгрессменам, которые не подчиняются, ну, собственно, он это и пытался делать, демонстрировать это и на прошлых выборах конгресс, не очень удачно и так далее еще, но сейчас он признанный главарь республиканской партии, он не только практически, а уже теоретически, он номинирован в партии, юридически уже у него есть количество голосов, достаточно для избрания кандидатом партии на сей. И вот вчера в Киев, вы, наверное, тоже наблюдали сцену, посетил такой человек Линдзлей Грэхом. Вот это живая, живая иллюстрация позорного вырождения республиканской партии. Вы знаете, он посетил Киев, по моим подсчетам, по-моему, в десятый раз. Он приезжал очень часто, он всегда, так сказать, закомендовал себя как горячий сторонник Украины, всегда поддерживал. А с чем он приехал в этот раз? Его Зеленский принимал. Он приехал, ну, как бы адвокатом Трампа. И он вынужден был объяснить, почему он на знаменитом голосовании 15 мевраля в Сенате, когда республиканцы и демократы вырвали совместный общий проект по представлению помощи Украине, принимающий вот это пожелание республиканцев обеспечить границу, безопасность южной границы с Южным Штатом. Он был один из тех, кто отказался голосовать, его сорвал, потому что это запретил Трамп. И он вчера в Киеве говорил откровенно удивительные вещи. Вот я поговорил с Трампом. И его спросили, а почему же ты, сука, не голосовал за проекты? А я вот поговорил с Трампом. А Трамп мне объяснил, что, знаете, надо по-другому. Ну, во-первых, надо границу укреплять. А потом он сказал, что, может быть, лучше другой надо будет. А сейчас Трамп тоже старается помочь Украине. Трамп хороший, он любит Украину, он не против Украины. Он просто предлагает по-другому помогать Украине. Он предлагает, это вот последняя фенечка. Он предлагает давать деньги Украине взаймы, чтобы потом они вернули. Ну, хорошо. И он такой добрый, что даже предлагает беспроцентные взаймы. Ну, хорошо, хрен с вами. Украине безразлично, по какой бухгалтерии будут приписаны им деньги. Для нее имеет значение оружие, которое она получит за эти деньги. Взаймы так взаймы. Если оружие будет достаточное для победы, то после победы Украины благодарное человечество в десятикратном размере заплатит за все долги Украины. Это же не в этом дело. Дело в том, чтобы снова затянуть еще на месяц объяснений. Конечно, конечно. Вот если первые три месяца Джонсон заговорил тоже, я-то в Украине. Помните, он стоял чуть ли не об этом с Зеленским в палате представителей 15 декабря. Да, да, я за Украину, ни в коем случае нельзя победа Путина. Но понимаете, надо, чтобы наши демократические друзья согласились с нами по поводу по границе. В этих обсуждениях прошло три месяца. Наконец, когда их демократические друзья согласились, вместе с из-за брюканцами разработали законопроект, включающий положение по границе, из-за брюканцев, включая того же друга Украины Грэмса, сорвали голосование. Теперь, вот тогда, на следующий день, настоящие друзья Украины, это лидеры демократической из-за брюканской партии в Сенате, это Чак Шумер, демократ, и Митч МакКоно, республиканец, они, столкнувшись с правоватым законопроектом, немедленно внесли другой. Немедленно внесли другой, уже убрав положение границы, но раз нет согласия по нему, просто закон о финансировании Израиля и Украины. И тут же его проголосовали. И проголосовали блестяще. 70 членов Сената из 100 проголосовали, то есть 20 республиканцев, вопреки вот этому давлению Трампа. Но закон должен был принят дальше палатой, а палата не может, у них турацкое правило, что палата не может даже поставить на голосование без согласия спикера. А спикер категорически отказывался ставить на голосование. Тогда они разработали, использовали существующий механизм американской процедурной, так называемый «дисчаст петишен». Можно ставить на голосование, преодолеваясь без всякого спикера, если 218 человек палаты, то есть это простое большинство, дадут письменную петицию, что они не хотят обсуждать этот закон. Вот начали они, демократы, внесли эту петицию где-то неделю назад. Нужно, чтобы хотя бы 20 человек республиканцев его подписало. Ну, потому что среди демократов есть там 10 примерно сумасшедших врагов Израиля, которые не будут подписывать, не будут голосовать, потому что они бегают по палате представителей в арафатках и сражаются с геноцидом несчастного палестинского народа. 20, но так гораздо больше республиканцев за, ведь мы же, помните, с вами обсуждали так называемый «A purpose plan for victory Ukraine». Месяц назад мы предложим тремя республиканскими комитетами план для победы Украины, который резко критиковал администрацию Байдена и требовал предоставить немедленно помощь Украине и самолеты, и дальнобойные ракеты, и все, что требуется. Ну, казалось бы, эти люди, которые подписали это обращение, они будут, нет, они тоже маневрируют, они тоже за Украину, но давайте все-таки предложим какой-то новый вариант закона, включающий границу. А сам Джонсон и вот Линдзе Грэмом по указке Трампа, давайте сейчас вот пойдем на каникулы, все равно Конгресс идет на каникулы, в середине марта мы вернемся с каникулы и составим новый замечательный законопроект о предоставлении Украине денег, ну, как бы взаймы. Ну, а там пройдет еще три месяца и так далее. Совершенно цинично идет операция по блокированию Украины. Ну, я подробно рассказал о деятельности этого мерзанца Трампа, но это ни в коем случае не оправдывает Байновскую администрацию. Ведь он обладел республиканской партией сейчас в преддверии выборов, ну, буквально в последнем месяце. А до этого-то все голосования в Конгрессе шли на ура, и что мешало Байновской администрации вовремя посылать все необходимые оружия. Мы же помним, какой чудовищной борьбой сопровождалось каждый новый уровень технической вооружения. Сначала там Хаймерс, потом Петриот, танки, Брэдли, в конце концов, самолеты, они сняли ограничения. Мы наблюдаем всю эту борьбу, половина администрации работала фактически на Путина, те же Бернс и Сельван. Ну, простой пример. Даже вот ТАСС, та помощь, которая сейчас есть в Украине, совершенно недостаточная. Но тем не менее, если бы она была, все эти танки, артиллерия, самолеты, ракеты, были бы летом 1922 года, во время Харьковского и Херсонского наступления, то война бы закончилась тогда уже разгромом российской армии. Но вот эти колебания, осознательное торможение стороны предателя Бернса и Сельвана, оно это... То есть в той сегодняшней ситуации виновен политический класс Америки в целом. Америка не выдержала решающий тест на роль лидера свободного мира. И в этой ситуации, в этой ситуации очень положительная реакция, я бы сказал, даже не Макрон, а Европа в целом. Европа в целом, ну, это реакция в какой-то степени вынуждена. Они поняли, что, ну, вообще-то сейчас блокируется помощь в Украине, но более того, весьма вероятен приход в Белый дом Трампа, который не скрывает, не скрывает своих намерений. Ну, вот тот же Линдзе Грэхэм, есть такие русские Линдзе Грэхэмы, которые рассказывают сказки тоже в Украине, что Трамп замечательный, вот он придет, он все вам поможет. И вы знаете, не хочу называть, все знают такого замечательного публициста, который, у него какое объяснение, вот этой предательской деятельности Трампа, которая полгода блокирует, блокирует оказание помощи истекающей крови. Это он делает специально, чтобы запугать Европу. Ну, хорошо, а зачем оправдывать, искать подобного рода притянутые за уже тезисы? Ну, так в войне не бывает. Запугать Европу, чтобы что? Чтобы она ввязалась в войну, что ли, в нее тезис? Ну, он ищет любые аргументы, чтобы оправдать великого Трампа. Ну, неважно, не в этом. Ну, мы, не только он это делает. Нам насрать с вами, и на Трампа, и на Байдена. Нам нужна помощь. Реально. Ну, я просто только с фронта приехал, и я вижу, как это сказывается на линии фронта. Понимаете, сейчас у Яра это выглядит вообще совсем нахер по-другому. И как это сказывается на моральном состоянии украинской? Конечно, украинцы понимают это как предательство Запада. Вот в этом отношении исключительно цена. Вот инициатива Макрона, который просто понял, что происходит, что происходит. Вот вы цитирули целый ряд заявлений Макрона, они идут беспрерывно две недели. Вот в сегодняшней моей статье на английском в Киевпост, доктрина Мактрона, они представлены, его взгляды представлены вот как цельная содержательная доктрина. Это заключается в следующем. Что-то я передаю своим словами, что-то буквально цитата. Мы находимся в ситуации 1938 года, и мы должны занять правильное место на правильной стороне истории. Путин, естественно, не остановится Украиной, и он угрожает Европе и всему свободному миру. Мы оказались лишенными американского зонтика безопасности. Мы слишком уютно жили 70 лет, закрываясь за статьей 5-й устава ООН и за американским ядерным зонтиком. И провели эти 70 лет в дискуссиях в уютных парижских и берлинских кафе о создании европейской армии. А сейчас, когда реален приход Трампа, который будет отказываться защищать Украину и Европу, мы оказываемся в ситуации, что единственная европейская армия, которая существует, и никакой другой не будет в ближайшие 5-6 лет, это героическая украинская армия, которая сейчас своими усилиями просто сдерживает ту Восточную Орду, которая традиционно готова винуться на Запад. Поэтому мы должны оказать поддержку украинской армии всеми средствами. Мы должны отказаться от этого бесконечного оглядывания на Путина и бесконечного заявления, что мы не будем бесконечных красных линий и самоограничений. Мы не будем использовать это оружие. Мы не исключаем ничего. Мы не исключаем посылки вооруженных сил Франции и ряда союзных наших государств на Украину для отражения путинской агрессии, целью которой является не только Украина, но и вся Европа. Дальше я сделаю очень важное заявление. На самом деле наши военнослужащие уже присутствуют. Не секрет, что британские и французские ракеты Стомшейдер и СКЭП, соответственно, обслуживаются в значительной степени и британскими, и французскими специалистами. Мы будем ясны, что у Макрона нет пехотных дивизий, и не только у Макрона, но и всей Европы. Нет пехотных дивизий, которые сейчас могут занять место украинских, которые вы вчера посещали там на линии фронта. Это великолепно понимает и Зеленский, который вчера выступал по этому поводу. Нам не нужны пехотные дивизии, нам нужна артиллерия, снаряды, ПВО, самолеты, дальнобойные ракеты. И это все у Европы есть. Это все у Европы есть. Она не может сейчас, хотя это не исключает прямое участие вооруженных всей Франции в боевых действиях. Ну, например, еще это широко обсуждается с европейскими аналитиками. Например, три польские дивизии могут занять место тех украинских, которые охраняют сейчас северную границу от возможного атака. Когда Макрон перевернул вот эту доску психологической войны, обернув стратегическую неопределенность в свою сторону. Раньше Путин пользовался этой стратегической неопределенностью. Москва, Запад гадал, что будет Путин. Они ударят, что он так, они ударят, что он сяк. Нет, Макрон все это сбросил, эти фигуры с доски и сказал Путину, у нас нет никаких увеличений. Мы хотим, да, очень важно, что он впервые произносил слово «поражение России». Мы хотим поражения России, оно нам необходимо для нашей безопасности, и мы не ограничиваем себя ни в чем в этом отношении. Ну, он, между прочим, поставил Путина в очень серьезное положение. Фактически он сказал, он сказал больше, чем объявил войну Путину. Он объявил, что он уже ведет эту войну, уже его военнослужащие участвуют в военные действиями. Ну, Путин как бы сначала рефлекторно бросился в свой ядерный шантаж. В первый же день он ответил, что у нас есть ракеты, у нас есть средства, которые могут ударить по французской территории, в том числе и ядерные. Макрон не стал вступать в такую длительную дискуссию по ядерной стратегии, но, конечно, с очень короткой фразой. У Франции тоже есть ядерное оружие. И на этом, собственно, ядерная тема была закрыта. Никакого ядерного удара Путина не несет. Так же, как американцам объяснили еще то же самое в октябре 22-го года. Ну, хорошо. Вот сейчас на всех каналах этих безумных, сравьевских, возмущенные российские патриоты рассуждают. Ну, как же так? Франция объявила нам войну. Ну, ладно, понятно, вроде бы не надо. Почему мы не наносим удары? Ну, пусть пока не ядерными, но конвенциональными средствами. У нас же есть замечательные аналогов нет во всем мире, какие-то там гиперзвуковые, сверхэпоповые, эффективные ракеты. Почему мы не наносим удары? Да по очень простой причине не наносят удары они. Макрон поставил очень сложное положение. Ядерный шантаж, он отверг одной фразой. А конвенциональные удары, это уже будут удары или по Франции, или по любой другой стране НАТО. А это уже будет активизация статьи пятой, существующей устава НАТО. Ну, не все страны НАТО, но, по крайней мере, я перечислю несколько. Франция, Канада, Польша, Финляндия, Швеция, Литва, Латвия, Эстония. Они не просто готовят, они ответят с такими же ударами уже не только по российским целям на тяжелую корзину, но и глубоко, глубоко внутри, в глубине Украины, в глубине России. Потому что, потому что это будет ответом на следующий удар российской армии. Поэтому Путин оказался... У него нет возможности ответить на вызов Макрона. Он уже психологически проиграл. И Макрон развивает свою инициативу с каждым своим выступлением. Она поддерживается же политическими вещами. Запад, различные страны Запада очень энергично стали оказывать и финансовую помощь, и финансовую помощь Украине, вооружение. Вот Норвегия предлагает 11 противовоздушных систем Нессенс. Да, и мне кажется, что центральное место в докторе линии Макрона о поражении России, и почему он так настаивает на участии западных военнослужащих, это, конечно, авиация. Потому что, ну, все же военные эксперты понимают, что российско-украинская война, она имеет как бы две различные компоненты. Одна компонент – это такая текучая позиционная война вдоль 1000-километровой линии соприкосновений. Тут стратегическое преимущество на стороне России, в этой патовой ситуации. В России больше мобилизационный предыдущий, больше военно-промышленных коммерческих, но есть слабое место совершенно, как это Клаузец называл цен тяжести, вернее, это Крымский полосток. Смотрите, ведь фактически голыми руками, без авиации, без Черноморского флота, что уже сделала Украина? Она вышла на Черноморский флот России из Черного моря. Она ежедневно наносит очень болезненные удары по Крымскому полуострову. То есть вот в этом Крымский полуостров – это уязвимое место российской обороны. Но для того, чтобы самолеты стали таким гейм-ченджером, нужно не 40 или 50 от Гавандии. Нужно минимум 200 самолетов F-16, а может быть и более сильных модификаций в 19-35, они есть. На складах НАТО вообще 6 тысяч, 6 тысяч, 6-16. Кстати, в этом и очень хороший проекционный смысл заявления Маккона. Я уже с тобой воюю. Ну давай, покажи, что лежит в тебя. Когда Путин ударит по территории Франции или другой европейской страны, уже он столкнется не с перспективой, там уже будет обсуждаться не 46 или 64 самолета пошли от Голландии, а о том, сколько самолетов из 6 тысяч натовских будут участвовать на ней, то есть будут неограничены возможности. И здесь почему важно сказать, что нужны военнослужащиеся? Потому что, ну почему вот мы год ждем вот-вот самолеты? Нет никаких ограничений, нет. Американцы не тормозят, они одно время тормозили, они какие-то накладывают ограничения на продажу, потому что они, собственно, производители. Сейчас нет ограничений, сейчас нет летчиков. Это на 200 самолетов никогда не будет ни украинских летчиков, ни тем более на 100 летчиков нужно еще 500 специалистов, обслуживающих нужна инфраструктура Адромска, массивную военно-воздушную силу европейской армии, а Украина, еще раз вернусь к мысли Макрона о том, что единственная существующая армия есть, европейская армия есть Украина, просто идет в ближайшее время, в кратчайшие сроки ее нужно насытить самым современным оружием, самым современным оружием и прежде всего могучие современные авиации. А тут надо перестать играть в эти игры с украинскими летчиками. Эти самолеты должны за рулем дожди украинцы и добровольцы, и военнослужащие других армии. Барьер нужно снять немедленно. Вот это у Макрон очень четкая позиция. Или мы сегодня усилим единственную существующую европейскую армию, и она нанесет поражение России, и мы на десятилетие, на весь остаток 21 века решим проблемы европейской безопасности. Либо Украина проиграет, и Путин окажется властелином беззащитной Европы. Так, мы в эфире уже почти 33 минуты, и 20 115 человек нас смотрят. Больше трех тысяч поставили свои лайки. Просьба огромная к нашим зрителям. Пожалуйста, ссылки на этот эфир разместите в аккаунтах в собственных социальных сетях, в группах, в фейсбуке, в ряд других соцсетях. Если кто из России смотрит через мессенджеры, вы можете посылать это видео своим знакомым друзьям. Тоже очень было бы полезным. Ну и ставьте лайки, помогайте продвигать этот эфир наверх. Пусть как можно большее число увидит этот эфир через рекомендованные в самом Ютьюбе. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгинлайв и на канал Андрея Андреевича Пионковского, который в описании к этому видео есть. Ссылка, вы можете пройти и смотреть эфир. Эфиры тоже там. Еще одно небольшое объявление. Я напоминаю, что после моих поездок по Киеву участия в форуме поддержки российских добровольцев и поездок, как я уже выше сказал, на фронт, в Часов Яр, Северск и так далее. Я сделаю свой стрим на следующей неделе в более спокойной обстановке, потому что еще у меня кое-какие дела, а для этого нужна более такая ровная ситуация. Поэтому дождитесь этого стрима, где мы более детально поговорим о каких-то вещах. В контексте текущих политических новостей мне представляется это важным и интересным. Ну и последнее. Я напоминаю также, что буквально 29 марта в Варшаве, в зале прогрессии, состоится наш вечер с Аленой Курбановой. В этом сезоне это, скорее всего, последнее такого рода мероприятие. Мы берем паузу для того, чтобы оглядеться, посмотреть, в каком формате дальше проводить такие встречи в оффлайне со зрителями канала «Фейген Лайф». Ну, возможно, это будет в стране Балтии, возможно, Париж, Лондон. Пока рано говорить, но мы хотели бы увидеть зрителей именно в Польше. Найдите возможным приобрести эти билеты. Ссылки вы видите, они будут в описании к этому видео. В моих социальных сетях у Алены Курбановой. Там надо просто пройти и приобрести билет. Билеты там начинаются от 20 евро за такой билетик на пятничное представление, вот это, ивент 29 марта. Пожалуйста, просьба, найдите, купите, приходите. Будет о чем пообщаться, в том числе, кстати, и моих поездках на фронт, вот буквально закончились на прошедшей неделе. Мы тоже об этом будем говорить. Так что не забывайте об этом. Андрей Андреевич, давайте, знаете, к какому еще важному вернемся вопросу, который представляет интерес это? Только что закончили так называемые выборы в России в контексте определения лидера свободного мира и как он должен реагировать, этот свободный мир, на то действие, которое показала Москва, Путин и так далее. Он получил по официальным заявлениям 87,3, по-моему, или 87,5, я точно сейчас уже не знаю, процентов голосов. Естественно, мы все понимаем, что и ни выборов никаких не было, и голосов он не получал. И все это даже не фальсификация, а просто подмена объявлений с потолка взятого результат, но вот который в их представлениях должен отражать поддержку Путина и войны в Украине. Агрессивной войны Путиным начатой. Все-таки, на ваш взгляд, этот вызов брошенный вроде как оппозиции, собственно, народу, но это вторично. А первично, что с легитимацией и делегитимацией Путина? Как будет реагировать мир и как уже реагировать? Мы видим заявления из Соединенных Штатов, из-за Вашингтона, мы видим заявления из все ряды европейских стран, стран Балтии, ну, Украина понятна, само собой. Что в этом контексте можно сказать? Западный мир, он реагирует так, что он собирается иметь дело с Путиным, признавать его легитимность, признавать его президентом, как сказал Салливан. Но он же президент, ну, извините меня, что значит президент? Президент, которого избирают, он таковым не является. Узурпатор, да. Контролирует Россию, так кто же сомневается-то? Конечно. Но с какой стати вы, с точки зрения международного права, оцениваете его как президента, который, значит, получает в качестве источника своей власти, легитимности, волю народа. Вот этого уже нет в помине. Вот как, на Ваш взгляд, будет здесь развиваться ситуация? Будут они переговариваться с Путиным или какие найдут этому оправдания и объяснения? Ну, вот начнем с подлеца Салливана, раз я уже первый помню. Это тот же самый Салливан, который, как Вы помните, в июне прошлого года организовывал под его кураторством российский агент Томас Грэм, ввел в Москве переговоры с окружением Путина. Попали просто записи Грэма, рассказывающего об этих переговорах. Я процитирую только одну фразу. Я сидел за одним столом с ближайшими советниками и сотрудниками Путина и объяснил ему, что мы, Соединенные Штаты, заинтересованы в сильной России, проецирующей стабильность вдоль всей своей периферии. Вот точка зрения Салливана. Поэтому неудивительно вот эта фраза, о которой он сказал, что Путин президент и мы считаемся с этой реальностью, но тогда, простите, он немножко ошибся даже вот в своей глупости и желании обосновать продолжение так называемых рабочих режимов Путина. Он сказал, что Путин де-факто является президентом Запорожской, Луганской, Донбассской, Херсонской областей, Украинского государства и Автономной Республики Крым. А вот с этой реальностью Салливан тоже смиряется? Да. Одного вот этого обстоятельства, то, что он был избран как президент, там, 25% территории захватит жертву его агрессии, это уже ставит по сомнению вот эту классическую формулу, что да, это реальность, мы должны считаться с реальностью. Ну вот это еще раз. Ну, в конце концов, Марк, вопросы будут решаться на поле боя. Они будут решаться не признаниями, а будут решаться развитием практическим. У кого сильнее политическая воля. Вы знаете, сейчас ведь все ясно будет, что решено будет. Военное преимущество, оно громадное на стране Запада, громадное. Что вот простой такой двухходовочкой Макрон поставил Путина в больше затруднительное положение. Да, кстати, я могу дать маленький прогнозик. Ну вот, естественно, первое стремление Путина, он бы схватился за ядерное оружие, получил, у Франции тоже есть. Я не знаю, это очень достойная фраза. Франция чувствует себя, как бы после выхода из Европейского Союза в Меркабританию, Франция осталась единственной державой Европейского Союза, но она как бы защитник. Ядерная держава, ядерная держава. Единственная ядерная держава, да. И кроме того, я хочу, объясняя Крона и объясняя, потому что, мою надеюсь, это очень долгосрочная его линия, а не какой-то такой отдельная брошенная фраза. Ну сколько раз мы иронически говорили о французской политике Гранд-Дор де Франц. Вот сейчас этот Гранд-Дор начал работать на верной стороне истории. В чем заключался этот самый Гранд-Дор Франции? Французская элита, в общем, такая амбициозная, она чрезвычайно болезненно переживала потери объективной Франции после того мировой войны, статуса мировой державы. Вот Деголь выступил для них как великий терапевт. Он все время повторял Гранд-Дор де Франц, Гранд-Дор Франц. А в чем Гранд-Дор должен был выражаться? Ну естественно в том, что мы не какой-то там младший союзник Соединенных Штатов, а это не держава. И вот эта необходимость как-то дистанцироваться от США, она толкала их на демонстративную, ну особую позицию, более мягкую, больше понимания Советского Союза. А потом это переросло исторически и в особые отношения с Россией. И эту линию она продолжала. Последним шагом в этой линии был визит Макрона, Шольца, Драги в Киев 14 июня прошлого года, где они пытались, ну потому что принудить, назовем это вещи своими именами, украинской капитуляции. Украинцы очень грамотно провели с ними разъяснительную работу, они провели этих премьеров в Бучу, ткнули их носом в российские военные преступления, задали вопрос, что хотели, чтобы мы еще 15 миллионов украинцев отдали полную власть этим негодяям и садистам. Вот теперь в этой ситуации, когда Америка продемонстрировала, что она не справляется с ролью лидера мировой державы, вот это гранд-рой де Франц заработало совершенно в другом направлении, в положительном. Франция движима двумя самыми большими инстинктами. Инстинкт безопасности, страх, если хотите. Они не хотят остаться, они поняли, что они остаются безоружными перед лицом путинской агрессии. А второе, амбиции, у них появилась возможность действительно стать великой Францией, лидером свободного мира. И вы смотрите, как он грамотно, во-первых, ему нужно было обеспечить поддержку своей линии внутри Франции. Естественно, первой реакцией Путина, когда, во-первых, сорвался его ядерный шантаж, а на второй день он обнаружил, что он вообще ничем не может по Франции ударить, потому что в ответ получит херен знает что. Он, естественно, надо прибегать ко всем своей агентуре. Брошены были все там левые, правые. Это самое, Ле Пенша там заявила, что нет, опять французов бросать, не бессмысленно говоря, и так далее. И вот прошла неделя Ле Пен выстрел по телевидению очень так грамотно, что да, вы знаете, я согласен с президентом Макрона, Путин законченный негодяй. Ну, я понимаю, госпожу вызвали определенные органы и погоняли ей документы, ее финансировали, например, ее избирательные компании. В общем, построил он и блестяще. Он блестяще построил. У Путина лишился третьей возможности. Ядерное оружие, все равно, конденсиально, нельзя. Внутренняя оппозиция осталась последняя. Знаете, что будет? Рискнул. Рискнул. Будет активизация тех спящих лечеек исламских террористов. Обратите внимание, последние два года, когда российские спецслужбы, полуше занятые войной в Украине, прекратились как-то крупные террористические атаки исламистские во Франции. А ведь в прежних мы всегда, всегда обязательно находился какой-то чеченец с российским паспортом, причастный к этим атакам. Вот все ждите обязательно попытки активизации спящих лечеек исламистских контролировок Москвы. Ну, это французская полиция тоже готовится к этому варианту. Ну, и, кстати, ведь Путин столкнулся с серьезной проблемой. Теперь ему вопросы будут задавать не только противники войны. О противниках войны очень много. Я всегда доверял замечательному методу Шпилькина. Он еще в 12-м году пробил этот свой анализ выборов. Очень легко доказывается массовое количество сбросов. Вы знаете итоговый результат. Да, за Путина действительно голосовало там 60% населения. Ну, это перескопный факт для нас, как русских граждан России. Но это не 87. Оппозиции очень много недовольных. А теперь ему придется отвечать и недовольные вопросы зет-патриотов. А почему, собственно? А почему мы не отвечаем Франции? Почему мы не отвечаем Макрону, который фактически признался, потому что ведет противника. Он не может сказать ему. А я не отвечаю, потому что все, что я делал раньше, не было пустым блефом. На самом деле я говно, которое ничего не может политической воле Запада предоставить. Поэтому вот промелькнул такой сюжет, и как-то он прошел мимо. Помните, за несколько дней до выборов западные дипломаты в Москве, очень дружно, причем самые разнообразные там, от Соединенных Штатов до Сингапура, заявили, что... Прилекомендовали своим гражданам не ходить на улицу, чтобы, возможно... А на следующий день ФСБ Патрушев-Рязанский прорезался со своей стандартной штучкой. Где-то в Калуге арестовали исламистское подполье, которое, естественно, готовило взрыв синагоги в Москве. Видимо, у них, так же, как у Путина, руки сжимались в кулаки от преступлений из-за русской военщины. Я думаю, что что-то подобное произойдет, потому что Путина нужна оправдание для еще большего закручивания гаек, для введения военного положения, новой мобилизации и такой системы контроля, где уже никто не пикнет. Никто не пикнет ни слева, ни справа, ни откуда. Вот такие неожиданные будут последствия доктрины Макрона для внутреннего пользования в России. А в целом, в общем, вот эта впечатляющая линия доктрины Макрона. Будем надеяться на ее последнее развитие в Европе и что она окажет и обратное воздействие на ту политическую борьбу, которая все еще ведется в Америке. Есть там еще силы, которые пытаются собрать голоса. Ну, Мак, удивительная вещь. Ну, вот эта процедура, она была запущена неделю назад. Вот надо десяток республиканцев, чтобы принесли свое заявление, мы за. Тогда вопрос ставится на голосование в палату и принимается большинство пакетов. Но нету, они выражены обманывать себя. Вот это венуснейшее представление Линдса Грэхэма в Киеве. Это представление человека, который продолжает себе внушать, что он еще сторонник Украины, но вот он советуется с Трампом, как бы лучше помочь Украине по-трамповски. Ну что же, Андрей Ильич, спасибо за этот эфир. 22 тысячи почти нас смотрят и около 5,5 тысяч поставили свои лайки. Продолжение следует...